доброго всем времени еще одна обновочка вот такой сверленый макет 5.7 на 28 fn это та гильза которая у меня уже есть коллекция как мы помним по видео этот переходик здесь отчетливо видим вот здесь вот на канале есть видео но прошу заметить скат такой чистый ровно ну в смысле сейчас покажу в чем дело в этом макете тут какие-то непонятные складки вот они хотя производитель fn тот же самый у меня 12 года гильза это седьмого года гильза тут очень мелко плохо видно попробуем еще раз навестись вот видите 07 сейчас вот внизу 07 но я вам озвучу на всякий случай просто не знаю на видео будет видно или нет здесь внизу fnb федор николай борис латиницей но и здесь 5 и 7 на 28 так и написано кернение четырьмя с четырех сторон у меня с трех и такими более широкими лепестками капсулю меня серебристого цвета здесь латунного здесь он не стрелял обработана наждачкой что-то мне уже не по себе гильза обработана наждачкой пуля вроде не похожа понятно что купил я его ради пули и для меня моя устраивает ну шо ж давайте опять вскроем и посмотрим может здесь тоже какой-то пруток латун хотя еще забыл покажу надежда все-таки есть почему да наводишь ты вот почему потому что у пули по крайней мере оболочку стальная то есть есть надежда что это все-таки пуля ну будем скрывать наверное наверное габарит сразу измерю пока есть такая возможность и так говорит 40 целых 16 17 сотых видите втором между вторым и третьим делить вот здесь вот пошел распиливать и так вскрытие состоялась вот она пуля это действительно пуля и очень очень похоже что это действительно пуля 5 и 7 на 28 почему почему мы не наводимся вот были как-то навелась резкость это действительно пуля в процессе расковырения немножко и вот как бы покоцал по другому не получилось еле вообще выковырял смотрите толщина стена какая ну я понимаю что тут ножовкой прошло снова показать вот фрагмент тут который у дульца был еле 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 очень тяжело подобраться маленький диаметр и тяжело создать нужные рычаги вот и почему мне кажется что все это та пуля потому что сейчас покажу весы но сначала взвесим как-то виднее прошу прощения если не сильно и так для нас главное значение 2 грамма 2 0 1 2 0 2 2 2 грамма первый раз когда я взвешивал за кадром 2 грамма вот а теперь смотрите вот эта пуля пуля а вот пуля рядом псм а то есть она явно меньше по размерам по всему и при этом смотрите 2 52 вот ну 255 пускай 2 54 то есть понимаете да сейчас еще для сравнения вот 223 full metal джекет тоже видите ну чуть-чуть да поменьше размером но это будет весить уже три с половиной грамма 355 ну и по ощущениям в руке очень легкая пуля то здесь сердечник алюминиевый ну по крайней мере я за это голосую если можно так выразиться да я читал про такие пуля именно в 5 и 7 на 28 вот ради увеличения начальной скорости вот так вот сильно был облегчен сердечник так что пополнение в коллекции теперь у этого товарища есть пара вставляет свободно выпадает не держится ну так чё-то там за что-то чуть-чуть цепляется так что так что так вот увидите это обновочка оказалась более интересная и более правдоподобной редкая пуля да и гильза скажем честно не такая уж и часто а вот но тем не менее теперь это у меня есть коллекции но вот пуля честно для саби ведь это такая крупненькая и сидела до глубоко тоже неудобно было расковырять гильзу связи с тем что вот здесь уже когда расковыривал трудно было под достать вот почему и покоцал пулю сзади именно сейчас наведемся да елки-палки вот почему и покоцал потому что приходилось вот как бы то есть там еще дульца нету уже как бы сам корпус идет скат и не нельзя ни щипцами не плоскогубцами не мог подлезть просто приходилось упираться в пули уже за самые краешки разводить и разъебать вот но тем не менее в остальном пуля замечательная сохран замечательная форма такая интересная остренькая когда вот смотришь в патроне кажется только ух почти коническая форма когда достаешь очень похоже по форме на классические пуля вот частности сс-109 да но она правда покрупнее сс-109 а да кстати это из тех вот недавних обновок который маргус прислал это все-таки по размерам и по массе и по всему остальному это пуля сс-109 бельгийская стандартная разработана была в бельгии принято на вооружение нато именно этот вариант так что теперь у меня есть стандартная натовская пуля но у меня появилась раньше просто теперь я ее туда зачислил ну а пока вот такой тоже весьма интересный экземпляр вот это от меня обновка весьма порадовала как свое время и гильза так вот сейчас очень радует и пуля ну а на этом все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности решил все таки доснять небольшую добивочку мунисьон орг вот эта пуля вот такое внутреннее устройство пуля сс-90 тип 2 сс-90 тип 2 снимаю с рук извините что эти в тяжелом компьютеру что-то присобачивать вот видите стальной передняя часть сердечника стальная же оболочка не знаю передаст камеру подведу поближе видно нас пилишь его на что она остальная и алюминиевая задняя часть сердечника вот такая вот интересная пуля попала в коллекцию хотя вот на патроне который не распилен видите такой четкий конус а на том который распилен оживальная часть передняя хотя здесь они представлены как один и тот же тип ну капсуль боксера это мы и так видели на раскрученной гильзе вот так что он не удержался такой вот интересную пуля появилась коллекция дополнив макет с 90 тип 2 такие дела ну теперь надеюсь уже на все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности